И всем привет! Вы на канале Ведро Едгейминг. Меня зовут Александр и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Остановились мы именно на этом месте. У нас есть чудесная комната под землей, также есть замечательная дверь в тверь и, можно сказать, такой мини-портал в подземный мир. Очень большое пространство. Скорее всего, дофигища мобов всяких разных здесь живет. Сейчас мы это все будем исследовать, но вначале давайте подготовимся, посмотрим, что у нас в руках есть. Все лишнее уберем и настроимся на победку. Так, все остальное, наверное, складываем в сундук, чтобы не потерять. Если нас убьют, то нас 100% убьют именно здесь. Так, кирочку я еще оставлю. Мечи складываем сюда. У нас также есть, смотрите, порох. Замечательно. Потом лазуритик. Диоритик. Замечательно. Еще что-то. Деревяшки я боялся все это время, пока не снимал, что у меня дерева нету, что я не смогу сделать новые кирочки, но нет, они есть. Так что, в принципе, можно даже будет... Так, у нас что, даже есть необработанное железо? Замечательно. А давайте его сразу же начнем плавить, наверное. Нет, давайте сначала соберем его, а потом уже расплавим. Я думал, что мне не хватит ресурсов, чтобы продолжить эффективную жизнь под землей, но нет, все у нас есть. Также, я думаю, наверное, надо немножечко факелочки убрать, чтобы не потерять их сразу же всем. И палки тоже уберем. Это самый-самый важный наш ресурс. Ага. Там также уголь, еду оставляем. Все. Я думаю, мы готовы к бою. В кровать давайте, наверное, запишемся. Так, все. Точка появления задана на всякий случай. Что, подождите, факел сбил. Непорядок. Все. Я готов. Можно идти. Если будет слишком сложно... Блин, что это такое? Мне уже страшно. Я еще ни черта не слышу. Да, вот сейчас все слышим. Хорошо. Если будет слишком сложно, то, возможно, поднимемся наверх. Улучшим нашу экипировку. Экипировки у нас есть только ботинки. Замечательно. Ну, мы же в поход собрались. Все логично, в принципе, да. Окей, я там уже видел какие-то красные глаза. Очень плохо здесь все видно. На. Е, красота. Ты не по мою душу пришел, мужик? С тобой точно файтиться они будут. Ты страшно. Я знаю, что на них нельзя смотреть. Тогда они не будут агриться. Ну, ладно, погнали. Пауков здесь дофигища. Это плохо, потому что... Есть еще, как я помню, пещерные пауки, которые травят. И отрава действует на нас губительно. Так, ну, давайте смотреть. Первого пацана... Там еще какие-то летучие мыши, слушайте. Первый пацанчик есть? Погнали. Опа, еще один пацанчик есть. Коперируются, слушайте. Так меня сейчас убьют. Нет? Замечательно. Первый выезд и все. Надо как-то учиться играть. Ну, давайте, наверное, откатимся назад. Как в танчиках. Немножечко похилимся. Как быстро меня разбили. Так, жишки восстанавливаются. Нет? Если я посплю, жизни, по-моему, не восстановятся. Ну, давайте попробуем. Вдруг как в готике тут. Хе, с мясом в руках уснул. Нет, жишки не восстановили. Зато можно просто похавать. Я надеюсь, не слишком громко. Ну, короче, мне кажется, нужна броня, чтобы дальше идти. Потому что они прям наваливают как-то очень сильно. Прошли мы два метра буквально от двери. Так, окей, здоровье есть. Точка сохранения тоже есть. Там, смотрите, прям какие-то просветы есть. Скорее всего, не прогрузка. Возможно, есть какие-то провалы именно. А он, кстати, сверху, да, откуда-то упал? Давайте вон там вот еще факел поставим. Ну, ладно, в принципе, я готов. Факел есть. Вот еще, ребятки, дофига мобов. Все уже идет ко мне. Да как они так приближаются-то? Или это стрелы? Я не понимаю вообще. Очень все быстро происходит. Возрождение. Давайте соберемся, что упало, благо. Кровать здесь. Главное дверь закрывать. Кто мне? А, это вот этот господин ее убил. Ну, я уже меч взял. Все замечательно. Они какие-то тут шотные, нет? Мясо брали. Кирочку взяли. Мы все сделали, нет? Главное, что ботиночки у нас целые. Где меня убили-то? Ну, меня приблизительно здесь убили. Еще один стрелучник. Ай. Нужен какой-то этот самый. Барьер, может быть. Давайте ботиночки я одену. Вот, смотрите, подошел парень. Может вы сюда впустите, закрыть сразу дверь? Или через дверь? Видали, да? Слишком много дамажат. Еще один парень подошел. Давайте тактикой их проходить, потому что их слишком много, а я слишком слаб. А возьмем какой-нибудь блок. А какой блок можно взять? Здесь есть где-нибудь земля? Ты что, дверь открыл, что ли? Меня до сих пор кринжует эта штука. Вот, земля есть. Сейчас мы ее сделаем вот так вот. Да не надо жрать, надо землю копать. Замечательно. Поставим здесь блок. Вот так вот. И пацанчики будут уже лениво заходить к нам. Давай, заходи, мужик. Я тебя жду. Ну и что? Надо еще покушать. Так, блок есть, если что. Самое главное, я ресурсов не видел. А где этот скелетон-то? Куда он ушел? Ну вот ребята идут. Ну заходите сюда, что? Мы с вами будем говорить. Обузить надо что-нибудь, да? Ну, здорово, мужики. Вон уж. Они что друг друга что-то бьют? Или что их коцает? Мой внешний вид может быть их коцает. Так, пардонье. Так, окей, ребятки. Прервался по работке. Продолжаем. Бесит, что здесь нету паузы. Поэтому приходится все дропать. Чтобы ничего не пропало. Ага. Ладно, вот такими вот маленькими шажочками будем продвигаться по этому недружелюбному миру. Замбей очень много. Урон у них большой. И плюс еще лучники есть. И на самом деле они меня в принципе-то и убивают только эти лучники. Поэтому пройти очень сложно куда-то. Давай, проходи, мужик. Сейчас мы опять тебя застолбим. В теории надо было бы, конечно же, брони раздобыть какую-нибудь. Чтобы было немножечко полегче. Я знаю, тут есть щиты против стрел. Вот, не хочет он подходить, смотрите. Сейчас опять придется, наверное, умирать. Ну иди сюда, мужичок. Где ты? Слева, справа. Опять стрелы полетели. Ну, они вдалеке. Ай, по жопе дал. Ну, давай выходи. Сразу ныкается собака. Что ж ты делаешь-то, мужик? Убил. Прямо здесь. Лут мой отдал. Он меч взял. Представляете, жесть. Возрождение. Собака. Он с мечом. А я с факелом. Давайте хотя бы кирку возьмем. Нормально. Вот это поворот. Да, они еще лутаются. Пришел меня, залутал. Так, надо похавать. Да. Почему он не хавает? Я типа сытый. Ладно, пофиг. Как одеть ботинки? Я забыл. У меня паника. Чувак, меч у меня забрал. Жесть просто. Так, окей. Давайте здесь разберемся, как у нас все было. Мы зато лутонули. Смотрите, что. Четыре косточки. У нас третий левел остался. Не знаю, какой мы были. Здесь факел лишний. Забираем. Короче, я не могу с ними пвпшиться. Выглядит это все максимально кринжово. Один скелет меня убивает. Я думаю, надо за броней идти. Так, ну давайте еще немножечко пройдемся здесь. Посмотрим, там пауки, смотрите, какие-то стоят. Потихонечку идем вперед. Вот, смотрите. Это медь, как я помню. Она нам не особо нужна. Вот, появилось железо. Железо это мы покупаем. Давайте забираем. Кто-то ползет. Зомбарь. Здорово, мужик. Еще вроде бы если прыгать, мне кто-то там подсказывал, то криты идут. Ну, по крайней мере, это неудобно делать. Неудобно, неудобно, да. Ладно, окей. Продолжаем. У нас, кстати, появился лук. Скелет дропнул у нас меч, а мы у него дропнули потом лук. Хорошо. Опа. А вот с этим парнем я не хочу разговаривать. Как с ним бороться-то? Он же взрывает сразу. Чуть что. Ну и вот опять, смотрите, я на лоухипах стою. Неудобное управление. Была бы мышка. Я думаю, мы бы здесь со всеми разобрались. Вот эти парни меня еще напрягают. Сколько их тут? Я вижу двоих. Вот, смотрите, слева, справа. Один тп шнулся. Паукан бежит. Там еще один криперочек. Криперочка можно попробовать забрать с лука. Я не знаю, сколько у меня стрел. Четыре штуки вижу. Вот если по одному, то я думаю, мы бы справились. Но они-то по одному не ходят. Придется, наверное, захавать что-нибудь гнилое. Давайте посмотрим, что у меня есть. Ну, главное, лучники закончились, уже немножечко спокойнее стало. Да, гнилое оплоть есть. Вместо кости возьмем. Кости мы есть не имеем. Похаваем, чтобы жиськи восстанавливались. И давайте вы... Мне нравится, смотрите, вот эти вот просветы. То есть там что-то интересное есть, цветящееся. Кто тут еще есть? Там криперочек вроде бы ходил. Ну, давайте еще поближе. Он упал. Там был... Все, понял. Отходим на исходную позицию. Берем меч. От меня воняет, чувак. Я такой же, как ты. Давайте попробуем скрита ударить. Ага. Сам получил по жопе. Ну, вроде бы есть какая-то анимация. Вроде бы что-то в этом есть. Давайте похаваем мясо. Чтобы наверняка восстановиться. Не хотелось бы умирать далеко от этой самой. От базы. Вон там еще паук. Но они что-то падают. Вот парень пошел. Парень, парень, парень. Я не выживу. Может он отагрится? Нет, они идут вперед. Короче, у меня, знаете, какая идея? Лечь спать. А я сейчас и не лягу. Отойдем немножечко назад. Тут тоже какая-то, смотрите, есть. Я не помню, мы дошли до конца этой пещеры? Нет? Тут медяха есть. Давайте пока медяху соберем. Пусть там пацаны уйдут от нас. А я как раз... О, кстати, мы же собрали железо. Я не знаю, смысл есть тратить железо сразу же на броню. Либо взять какой-нибудь этот самый. Кирочку. Но пока мы вроде бы ничего такого сложного не находили. Что не могли добыть. То, что каменная кирка совсем справляется. Да, почти что совсем справляется. Хорошо. Не знаю, зачем мне медь. Тут, смотрите, какая-то шняга. Типа паутина, наверное. Нет, туда я дальше не пойду. Вот эти штуки прикольные, смотрите. Камни вот такие вот. Здесь по-любому тоже, если копануть вперед, то будет какой-нибудь проход. Блин, 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 блин. Меня засыпало. Вон что-то красное. А, стоп. Я понял. Это эта штука для крафтов. Редстоун или еще что-то. Каменная кирка, ее уже не соберешь. Все, 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 я вспомнил. Так, ну здесь обваливается все. Ладно, пока здесь не будем ходить. Блин, теперь я не пролажу. Что у меня есть? Вот как раз гравий есть. Давайте поставим его вот сюда. Ага, он упадет. Ну ладно, стопенька есть. Хорошо. Я предлагаю что? Посмотреть, ушли ли крипы. Да, епараса-то. У меня теперь что делать-то? Как быть-то? Как вылазить-то? Здоровье у нас восстановилось. Железа у меня три штучки прибавилось. Но его вообще катастрофически мало. Я не знаю, смысл есть его сейчас жарить. Но давайте уберем, чтобы не потерять. Дальше у нас есть камни, есть гравий новый. Есть старый какой-то гравий, кости. Мяса пока достаточно. Есть еще медь, которая нафиг не нужна, как я понял. И что еще? Паутина, хорошо. Так, ну все, мы бодры, веселы. Да он меня бесит. Звук такой же, как от двери. Так, хорошо. Давайте похаваем гнилую плоть. Возьмем лук и попробуем это дело все пристрелить. Вы же ушли, ребятки? Вот он. Это слизень какой-то, слушайте. Слизнячок. Два слизня. Я не знаю, опасные не или нет. Криперов я не вижу. Ладно, давайте тогда туда пойдем, пока криперов нет. Блин, ёперс, это я испугался, представляете, жесть. Майнкрафт испугался. Да, они все здесь. Они на месте, проходи. Закрывай, уходи, а то взорвется. Блин, ну я боюсь. Ребятки, я потеряю все. Мне, короче, нужна броня, так что я что предлагаю сделать? Пожарить наше мясо? Мясо? Он не будет взорваться, нет? Ну и, блин, это пипец, если сейчас крипер все здесь разнесет. Уходите, ребятки, пожалуйста. Так, что у нас есть? У нас топлива нет и железа нет. Окей, давайте сюда зайдем. Как мы дотягиваемся далеко, да? Поставим сюда железо, плавится. Восемь штучек, я не знаю, на что хватит. Ну, что-нибудь бронированное мы достанем. Давайте посмотрим по крафтам, что мы сможем сделать. Блин, мы дотягиваемся. Так, здесь какие-то стрелы. Это вся экипировка, которую я могу сделать или что? А где броня? Как броню посмотреть? Стрелки беспонтовые лежат. Может так вот? Да, вот так вот. Так, крафт брони вот такой вот. Да, восемь штучек как раз нужно. Мы сделаем себе нагрудник. Хорошо. Где-то тут был, говорили, щит. Вот он, наверное, дам. Так, деревяхи и слиток. Будет щит. Как я знаю, он отражает стрелы. Это тоже очень полезная вещь. Что это такое? Создание. Сушеные водоросли. Блок сушеных водорослей. Must have, я думаю. Ага. Так, также у нас есть зажигалочка. Как я знаю, гниво у нас. А кремень вроде бы был? Вроде бы нет. Не знаю. Окей. Давайте смотреть. Пожарилось уже пять штучек. Что лучше взять? Нагрудник либо щиток? Так, ну давайте, наверное, возьмем нагрудник. А потом пойдем уже брать щит. Давай быстрее жарься. Ну еще похавать надо. Мясо летит просто жесть. Все равно придется идти на этот, на воздух. За кабанчиками. Гнилая плоть быстро закончится. Я думаю, в нагруднике мы переживем взрывы. И возможно всех убьем. Здоровая пещера, да? Давайте осветим. Мало ли что. И главное, нашли только металла. Три штучки. И все. Все наше прохождение. Три металла. Окей. Все готово. Забираем. Крафтим. Вот, сразу у нас все готово. Берем. Одел сразу же, он нет. Где себя-то посмотреть? Да, все, смотрите, мы в белой рубахе. Прибавилась броня, все хорошо. Кровать слишком далеко. Да, нам в принципе она и не нужна. Здесь нету сохранялок. Только одна жиська. Так, все, мы готовы. Сейчас главное пробежать от двери подальше. Да что ты делаешь, мужик? Это наш блок, этот дурацкий. Мешает нам. Так, все, раз, два, три, побежали. Побежали, 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 побежали. Где крипер, крипер, крипер? Вот он, здорово, мужик. Постараемся убить, но не получится. Да, конечно же, убить. Меч у нас слишком... А ты что к нам идешь? Ты тоже опасный? Или ты подружиться хотел? Ну извини, мужик, я тебя просто убью. А, сзади еще один взрыв. Ну, броня, смотрите, как дефает жестко. Я был прав. Не зря мы ее сделали. Так, давайте посмотрим, что нам крипер помог сделать. Нифига не добыл. Я думал, он железо раскопает. Железо здесь достаточно. Можно жить. Можно колупаться. Главное, по сторонам, смотрите, вон там паучара бегают. Но теперь мы в относительной безопасности какие-то... Сколько их тут штук? Это просто жесть. Ладно, давайте еще немного разведаем, убьем пауков, потом нормально соберемся. Так, там проход есть. Ну, такой стрёмный. Мужики, вы че? А, сейчас, наверное, день я не добрый или че? Ну, там я всегда злые вроде бы или нет? Это че за чувак? Это че за чувак? Может, так... Сейчас они у меня заберут еще тут. Стрелы летают. Стрелы летают. Бурится ко мне в дом, представляете? Жесть. Отстаньте, ребятки. Я готов сражаться. Куй железо пока что. Это ачивки так приходят быстро? Давай, получай по жопе, мужик. Следующий. Пацан, Андре, давай, заходи. Там был какой-то модный этот зомби, видели? Проходите, проходите, мужики, не стесняйтесь. Вот он, вот он идет, модник. У него есть какие-нибудь эти особенности? Или он просто это? Крутой чувак. Возможно, здесь где-то рядом деревни, и это жители были. Мы набрали слизи. Я не знаю, где ее использовать. Да, он прям на глазах спавнится, слушайте. Они, может, сверху откуда-то падают. Но я знаю, что они разделяются. Ну, там целый рейт их, слушайте. Окей, мы это все дело, конечно же, соберем. Да сколько вас? Семейство соплей. У меня меч скоро сломается об эту слизь. Да запарили, вы что, ребятки? Соплями меня залили. Все? Еще? Еще лучник был где-то. Я помню эту сволочь. Окей, мне нужен новый меч. Да, старый-то тоже оставь. И вот эту слизь я хочу положить, еще хочу железо положить, чтобы не потерять. Все. Так, все нормально. Жара пошла. Что мы делаем дальше? Идем искать лучника. Где-то здесь был собака. Но все-таки наше путешествие продолжается. Это хорошо. Не стыд на месте. Так, а где старый меч? Ладно, ну возьмем. Раз. По башке, на. Они в доме как-то быстрее убиваются. Нет, с двух тычек буквально. Либо они падают откуда-то сверху и коцаются. А некоторые фуловые бегают. Вон, паучата бегают. А кто сзади меня бьет? Или что это такое? Или у него такая дистанция? А, это вот этот собака подошел. А как стрелять-то? Я взял лук. Не знаю, как стрелять. Я уйду просто. Там еще зомбарь идет. Управление вообще неудобнейшее. Сейчас всем вам напихаю, блин. У меня имба дверь есть. Хорошо, вроде бы справились. У нас есть куча мяса. И лук даже не понадобился. Мне убило, что это... Я беру лук, а у меня меч стоит. Я стрельнуть не могу, окей. Пусть будет так. Спишем на шок. Что-то залагало просто, да. Так, еще надо подкрепиться. У меня уже заканчиваются стрелы. Но и монстры тоже здесь, а я как понимаю, уже заканчиваются. Давай. Ёпарстая собака. Сутула. Давайте их так. Сколько стрел-то надо? Я думаю, с одной убьется. Отлично. Завалили. Есть фражок. Надо стрел еще намутить, как делать. Давайте что, похаваем. Железа тут достаточно. Можно жить, не тужить. Паучата пошли. Давай. Подходим, подходим. Модный парень идет. Меткий глаз это за это. За убийство слука, наверное, за первое. Парней много модных. Вот еще один, слушайте, сколько их. Как мумии одеться, третья. Может мы над какой-то пустыней стоим. Давай, подходи, мужик. Ну вот, броню собрали уже полегче. Они прям даже бить перестали нас. Либо я разыгрался немножко. Так, еще есть. Ёпарстая. Чего он агрится-то на меня? Ну, в смысле, он не агрится, но ходит максимально близко. Не соблюдает дистанцию. Окей. Так, у Голи есть тоже хорошо стратегический ресурс. Блин, я думал эти самые. Ах ты собака такая. Еще вот залазит под эту штуку. Там лава есть, это тоже замечательно. Парень такой одинокий стоит, смотрите. Я всегда один. Окей, погнали дальше. Боюсь, что я зачищаю сейчас это все дело. Просто такой здоровый сопля пришел. Зря защищаю, потому что они заново заспавнятся здесь. Но самое главное, мы осветим путь. Он пролезть не может. Неудачник. Самое главное, в следующий раз нам не нужно будет освещать, а просто нужно будет уже добывать ресурсы. Пробиваясь сквозь опять мобов вот этих вот сопливых куклей. Тут просто жесть. Хорошо. Вон, последний остался. Так он спасается бегством. Я думал, он нападает. Ладно, пусть будет так. Так, аннигилируем все. Опять пауки. Ай, кто? Где? Когда? Стрелы? С какой стороны летят? Вон оттуда. Есть контакты? Там их много? Ай, по жопе. Убегай, 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 убегай. За мной идут, нет? Ну, зомби точно за мной идут. Так, давайте сюда поставим. Я потерял дом, но нашел. Все хорошо. Так, давайте смотреть. Идут, господа, хорошие. Лучники-то оторвались, нет? Потому что эти-то уже не страшно. Вот лучники опасные, парни. Фига я тут этих... Блин, а где он, где он, где он? Это вообще какой-то левый. С топором! С каким-то крутым топором! Дай мне топор. Это лопата. Меня лопатой затыкали. Смотрите, сколько здоровья у меня осталось. Надо уходить. Это кто такой? Это маленький чувак это, да? Да, маленький. Это самые опасные ребята. Они мочат вообще всех. Я не знаю, как его убивать. То есть он через блок-то пролезет через один по-любому, да? И запрыгнет на мой блок. Не знаю, пусть, короче, стыд у меня здоровья мало, я хочу похавать. Фу, вот это было жесть. Чего я собрал? Давайте посмотрим. Железо-то я не добывал. Не, нифига я не добывал. У меня есть какая-то металлическая лопата. Неразрушимость 1. Ну да, она такая неразрушенная. Вообще максимально неразрушенная. Ладно, поставим ее в сумку. Либо используем как меч. Урон 1, урон 3. Нет, слаб же урон, чем у меча. Но я думаю, мы ее тоже используем как меч. Давайте положим всякие глаза. Я не знаю, зачем глаза нужны. Я видел там рецепт маринованных глаз. Но смысла в нем не вижу. Так, это оставим, это сделаем. Все. Так, давайте еще раз перекусим уже гнилою плотью. Чтобы быть сытыми. Ху! Погнали в бой! Надеюсь, меня сейчас не разнесет этот маленький клоп. Я вижу только слезняков. Откуда они падают? Давайте теперь в эту сторону пойдем. Вон он. Их дофига! Напрягает, что большое пространство, хоть ты его освещаешь, но они все равно где-то есть. Ей, красоты. Давайте отойдем немного в сторону. Что, много бьет меня, нет? Или это так, по преколу просто нападает на меня? А вот зомбарь уже не по преколу. Просто ферма такая, соплей. Сейчас, чувак, я лопату достану, подожди. Главное, дом не раскопать свой. Я, смотрите, это... Хе-хе-хе-хе! Обработал землю лопатой. Стала такая-то тропиночка. Давайте фарм соплей. Я не знаю, зачем мы это делаем. Я... Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Смотрите, на спидах, на спидах. Забили. Ну, вообще опасная вещь. Я не знаю, зачем детей и зомбей сделали здесь. Обычно в играх вообще детей нет. Типа убивать, чтобы их не убивать. Здесь и не здесь, и они опасные. И они тебя убивают. Да сколько этих соплей-то, е-хе-хе-хе-хе? Они компилируются где-то, или что? Всю серию сопли бьем. Так, у меня последний меч сломался. Лопатный. Давайте закроем пока что. Что у нас есть? У нас есть еще вот такое. Мы все потратили, вы представляете? Жесть. Сейчас надо будет опять делать. Эквип. Возможно, взять здесь железный меч. Не знаю, сколько он продержится. Прямо вот об эти сопли он ломается быстро. Все? Закончились? Надеюсь, что да. Так, давайте возьмем еще меч. У меня он есть? Нет? Один меч остался. Это будет планка. А что-то опыт не идет. Иди сюда. Иди сюда опыт. Не хочет идти опыт? Хорошо. Короче, мечи это наша планочка. Нашего сегодняшнего путешествия по... Этой пещере? А как только они закончатся, мы пойдем наверх собирать, наверное, еду. Другими мечами. Ага. Так, погнали. Там тоже всякие монстры. Они агрятся на меня? Или пока достаточное расстояние? Не знаю. Так, окей. Как мы все кучу наставим эти факелы? Наверное, расход большой. Давайте до стеночки дойдем. Хорошо. Тут были скелеты, я помню. Хорошо. Возможно, мы куда-то сейчас выйдем. Вот, до лавы дойти хотелось бы, да. Очень большая пещера. Прям невероятная большая пещера. Паук не хочет агриться. Ну, хорошо. Мне главное домой найти потом дорогу. Опа, здорово. Что, тратить на него стрелы? Мне не хватит стрел, у меня там две штучки было. Блин. Это вовремя вообще. Ну, киркой давай убить. Хорошо. Тимплей. Кстати, смотрите, какой маленький взрыв был, да? Давай, 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 мужик. Успокаивайся, все. Успокоили еще одного человека. Так, давайте возьмем меч. Две стрелы всего лишь есть. О, смотрите, они аннигилируются об лаву. Хорошо. Тоже их много. Они прям рейдят меня, смотрите. Дофига соплей. Опять сейчас будем мечи ломать. Может, какой-то дебаф у этих слезняков на камни? Что они прям, их точат эти камни? Блин, что такое паук? Ты же нормальный был, я тебе доверял. Собака. Так, все, здесь вроде бы все посмотрели. И причем там, смотрите, стен не видно. То есть ты залазишь, и там еще целое пространство, да? Ну, такое, относительно, конечно же. Так, есть еще один. Этот самый. А факелы у меня закончились, кстати. Я предлагаю идти назад. И по дороге назад собирать вот это все дело. Епас. Там пацан в каске идет. Там их много. Ладно, идем назад. По нашему маршруту. Ну, прикольно, что мы в этой пещере уже не так с опаской ходим. Может, их побить? Что-то сильно. Я хочу каску. Дай мне каску, мужик, погонять. Отлично. Каску дай. Походу, не выпало. Или выпало. Давайте проверим. Не, не дропнулось, короче, ребятки. Печаль. Опять этот слезняк. Блин, мне бесят они. От них толку нету. Давайте отойдем здесь и соберем уголь. Будем по засвету работать. По всему. Собирать все ресурсы. Уголь нужен. Металл тоже нужен, естественно. Тут так-то его много, слушайте. Мы сейчас полный сет сделаем. Фулл металл сет. Возьмем еще кирочку металлическую. Металлический обязательно меч. Возможно, еще топор. У меня как будто лагает сервак, смотрите. Я копаю, он не докапывается. Причем за железо тоже, походу, опыт падает. Сейчас прокачаемся. Отлично. Да, что такое? Воу-воу-воу-воу-воу-воу, боксер пришел. Да бери мечты. Как они подкрадываются-то, да? Там лучник уже есть. А у меня, кстати, здоровья нету. Все, уходим-уходим. Я понял намек. Ребятки, я вас понял. Я потихонечку сваливаю. А где мой дом? За этой горой? Давай-давай, уйдем. Уходим-уходим-уходим. Все. Не ругаться. Тут я лопатой, смотрите, натыкал. Прикольно, прикольно. Так, все, закрылись. Хорошо, отойдем немного от двери, чтобы они не агрились. Что получается? Ну, давайте захаваем. Посмотрим, что мы наколупали. У нас есть 10 железа, 5 угля. Хорошо. Так, надо все переплавить и что-нибудь еще сделать. Маленькими шажочками будем продвигаться вперед. Так, у нас есть палки, есть немного камня. Я предлагаю сделать еще парочку мечей, хотя бы каменных. Так, как они делаются, вот они. Раз-два. Замечательно. Палки летят прямо на глазах. Надо будет наверх тоже подниматься и... Собирать дерево. Как это сделать? Придется, наверное, копать ход вперед. Чем я, наверное, сейчас и займусь, пока мне тут... Ну, ладно, пожру. Все нормально. Пока у меня плавится металл... Тут еще это, смотрите, собакам. Будем потихонечку идти вверх. Не знаю, куда мне это приведет, но наверху тоже движуха есть. Так что забрасывать поверхность тоже нельзя. Блин, у меня факелов-то нету. Я сейчас потеряю здесь в темноте. Нормально пошли, нет? Вот отсюда. Сделать еще хорошие вперед ступеньки. Ну, в принципе, смотрите, без прыжков идем. Нормально. Потом оформим все как ступенечки. Все будет хорошо. Давайте это тоже соберем. Я не знаю зачем. Просто чтобы было. Так, нужны еще факелы. Как будто меня кто-то всек. Неприятно. Так, сколько? 44 факела. Покупаем. Мясо есть, кожа есть. Все хорошо. Так, куда факелы поставим? Давайте сюда. Так, перекус. Ну, шо? Подкоп оставим, когда будет у нас плавиться. Продолжим его. Пока пойдем еще собирать металл. Так, дверь я, наверное, все-таки открою, чтобы не тормозить в случае чего. Погнали. Здоровья мало у нас. Не нравится мне здоровье. Опять, смотрите, бак. Я стою с мечом. Но у меня в руках мясо. Что-то багуется немножко. Погнали собирать. Начнем с самого близкого этого расстояния. Иди сюда, мой хороший. Спасибо за сопельки. Так, погнали. По сторонам смотрим, главное. Сейчас хоба и алмазы найдем. Я не знаю, на какой глубине алмазы водятся. Но пока их не особо видно. Вот еще есть хорошо. Металла много, самое главное. Металл сейчас самая ходовка будет у нас. Вот уголь или что это упал? Или кремень? Это тоже уберем, а то мешает. Сейчас как сюда крипер упадет. Но я думаю, мы выживем. У нас все-таки броня есть. Все, здесь мы закончили. Главное теперь в эту яму не упасть. Оглядываемся по сторонам. Энами нету. Вон там скелет, видали, стоит. Ну сейчас сделаем металлические кирки. Перейдем на металл из каменного века. Будет все побыстрее идти. Ах ты, собака такая. Ну иди сюда. В нашу волчью яму! Нет. Подожди, не-не-не. Отмена, отмена, отмена. Возражение. Еще в камеру смотрит. Видали, жесть какой. Так, ведроид был убит зомбями. Погнали. Он сейчас лутанет мою броню и уйдет, наверное, да? А, он сме... Ну понял, понял, да? Я понял тебя, мужик. Ты, пацан, серьезный. Приоделся немножко. Сейчас мы тебя будем до конца своих дней пинать, да? Еще сзади кто-то нападает. Дай быстро. В шапке. Он сейчас уйдет с моими вещами, если меня убьют. Ребятки, 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 ребятки. Отдайте мне мои вещи, пожалуйста. Я на них долго копил. Сейчас у меня еще поработки... Подожди, подожди, мое. На тебе броней, собака. Меч, 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 меч. Переключайся, все хорошо. Фу! Достали. Шмотки собираем. Я думаю, эту яму надо закрыть. Я сюда провалюсь тысячу раз. Пипец, они это лутают вещи. Это просто жесть какая-то. Это кто вообще придумал? Так, адезит. Не знаю, что такое. Но я металл хочу собрать. Хорошо. Так, давайте оденемся. Просто пипец какой-то, блин. А ботинки все потеряны. Наверное, он их сломал. У них, наверное, прочность закончилась. Либо где-то лежат. Но я не вижу. Ботинки ушли, короче. Ботинки с меня все-таки сняли. Ага. Фига там зомби. Точнее, врагов. Хорошо. Давайте это все закроем, чтобы не упасть. Вот так хотя бы, да. Опять какая-то собака пришла. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Обходят со всех сторон. Так, мне нужно покушать. Здоровье не пополняется, блин. Все, стоп. Пусть пополняется. Хорошо. Мы выжили. Вроде бы регенимся. Вроде бы все хорошо. Где моя кирочка? Кирки-то тоже уже все уходят в прошлое. Раз. Двас. И все. Небогатая жилка была у нас. Ну, есть еще. А, факела есть? Есть. Все хорошо. Факелы это вещь нужная. С ними спокойнее. Не знаю, насколько безопаснее, но спокойнее. Фу, уже скач. Так, здесь все собрали хорошо. Как будто не падает. Слушайте, он падает или не падает? Ну, 30 штук уже есть. Нормально. Сейчас забронируемся. Так, здесь вроде бы все. Там ничего. Идем вперед. Вон там тоже металл есть. Но не факелом. Давай это делать. Дружок. Я когда прыгнул вперед. Как я это сделал, не знаем. Ну, ладно, пофиг. Все будет хорошо. Давайте здесь еще сделаем. Ну, металла много. Это классно. Это хорошо. Давайте здесь. Фигово, что я без звука играю. Потому что я-то не слышу, что происходит вокруг. И не могу определить, когда ко мне приближается угроза. Зачем мне паутины? Это немного напрягает. Так, собираем. Это и вот эти вот ползут, да. Вот его я услышал сейчас. Ну, прикольно, что они ваншотятся. Там чисто так. Хоп-хоп и все. И готово. Соплей-то уже много. Надо будет обязательно посмотреть, что с ними можно сделать. Там прям целый рейд идет. Слушайте. Они меня заметили, нет? Похоже, заметили. Ладно, отойдем немного в сторонку. У меня уже есть 30 металлов. Мало жизней. Но главное, что скелетов нет. Скелеты напрягают. Давайте еще перекусим. Питай с зомбиами. У меня, может, иммунитет уже, смотрите, не дебафает. Но главное, что лечится. Остальное пройдет. Главное, не сотреть по сторонам, чтобы их не заметить. А они меня тогда не видят, да? Мы в такой... В мнимой безопасности. Там они прям шарятся. Так, почти все собрали. Я слышу стрелы сверху, откуда там. Давайте убежим отсюда просто. Случайным путем идем, чтобы по нам не попадали. Блин, сколько тут слезняков. Ребятки, ну не надо, ну идите. Я вас все равно всех поубиваю. Сейчас, хоп, захожу. Там уже пацаны тусят на кровати, да? Ладно, давайте пройдем. Все. В безопасности, отлично. Давайте еще похаваем. Здоровье ползет намедленно. Нет, смотрите, дебаф все-таки есть. Хорошо. Давайте закинем металл. У нас есть еще 10 штучек. Собираем его обязательно. А мне нужно еще, знаете что? Дерево. Много дерева. Сейчас будем делать палочки. Как их сделать-то тут, блин, вот они. Палочки сделаны. Есть металлический меч. Обязательно, наверное, его или что. Или сначала броню. Давайте броню вначале сделаем. Так, раз. И все, в принципе, да? Больше мне ничего не хватает. Проверим. Оделись мы, нет? Оделись. Но зато мы можем сделать еще металлическую кирку. Не знаю, надолго ли ее хватит. Но пусть будет так. И, кстати, если она у нас уже есть, мы сейчас каменную сломаем об наш проход. Об наш проход сломаем, ага. Как бы это ни звучало. Погнали. Сделаем здесь свет. Копаем вверх. Нужен свежий воздух, нужны дрова, нужны мясо. Нужно все. Это довольно утомительная вещь, да? Особенно, когда ничего не происходит вокруг. Ну, сейчас что-нибудь найдем. Вот, допустим, смотрите. Хоба! Только сказал, не происходит. А здесь какая-то пустота. Ладно. Мнимая пустота. Пусть будет так. Поднимаемся наверх. Не знаю, сколько это у меня уйдет времени. Но выход должен быть. Все-таки это... Совсем под землей не весело. Опа, 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 здравствуйте. Это у нас тоже удача, можно сказать. Уголек лишним не будет. Я привык вот так вот копаться. В узких проходах. В относительной безопасности. А не на улице, блин. Подземной. Главное, чтобы сверху ничего не упало. Остальное все будет хорошо. Ну и кирку, конечно, мы здесь быстро потратим. Но, в принципе, у нас цель такая была. Потратить кирку. Теперь какая-то пошла медь. Замечательно. Не удивлюсь, если найдем сейчас алмазы. Добыть мы их уже можем. Потому что у нас есть металлическая кирка. Так что пусть будет, так сказать. Также нам понадобится камень. Потому что я знаю, что есть разные всякие инструменты. Которые можно с помощью камня сделать. Там четко, кстати, лежит. Не, мне показалось все нормально. Так, ну здесь мы, наверное, сделаем вот так. Подожди. Ступенька неправильная пошла. Хоп-хоп-хоп. И здесь продолжаем. Опа, гравий. Неприятно. Мог бы упасть на голову. Может, и закончишься. Гравий. Давайте посмотрим, есть ли просветы. Просветов пока нет. Зато есть много гравия. Окей. Я думаю, нам тоже пригодится где-нибудь. Давайте копаться. Окей. Чем? Соплями будем копать. Кирка об гравий, по-моему, как об землю, быстрее тратится. Так что лучше соплями его. Так, все хорошо. Еще гравий сейчас будет. Ну все, уже такая мягкая земля пошла. Нормально. Скоро выберемся наверх. Я думаю. Окей, си. Это что такое? Это, по-моему, камень. Опять гравий. Ну, вроде бы все. Здесь надо факел поставить, потому что уже темно. Там что-то сверху нет. Не, показалось. Идем вперед. Не знаю, металлическую кирку на это тратить, наверное, не будем. Потому что скорость-то нам особо не важна. Главное, сам процесс. Майнкрафтинг идет сейчас, ага. Как будто дерево, слушайте. Надо еще посветить. Но это только камень. Бесконечный камень. Нет, все-таки гравий меня обманул. Землей пока и не пахнет поверхностью. Но я думаю, мы уже докопаемся сейчас. Так, окей. Что у меня еще есть? Давайте посмотрим. Ну, давайте металлом немного покопаемся. Если что, у меня там сейчас готово будет много его. Мы, наверное, еще и щит сделаем. Ну да, намного быстрее все это происходит. Я думаю, мы уже почти на месте. Ну, давай, мужик. Я знаю, ты сможешь. Я уже чувствую свежий воздух. Еще один факел. Ну, кстати, кирка, смотрите, держится вообще хорошо. Надолго хватит. И, в принципе, можно не таскать с собой толпу кирок. Давайте, что похаваем. Мясо заканчивается. Ну, конечно, надо на поверхность идти за всякими кабанчиками охотиться. Иначе с голода помрем. Земелька. Здравствуйте. Это уже именно земля, мне кажется, нет? Давайте проверим. Да не... Ладно, похавай. Ну, что делайте ставки, господа. Будет ли сейчас свет? Либо, может быть, будет тьма? Ну, не, это уже земля, по-любому. Какие-то звуки были, нет? Давайте сделаем так. Да, земелька, земелька. Пошла почва. Ееее, свет. Замечательно. Все, мы посреди леса. Это очень хорошо. Я думаю, здесь надо сделать какую-то безопасную зону. У нас есть кто? Гравий? Нет. Гравий будет плохо стоять. Вот к нам еда сразу идет. Здорово, мужичок. Как дела? Давай, иди сюда. Угостишь меня немножечко едой? Спасибо. Блин, как бы не заблудиться здесь потом. Давайте сделаем... А камня-то не так много. Я думал, больше его будет. Какой-нибудь красивый заход? Такой, знаете. Прям чересчур красивый. Ну, ёпарасоте. Ёпарасоте. Чтобы его было видно хотя бы немного издалека. Надо елку брать или что? Что он не ставит-то? Прям такая штольня у нас будет. Пошло творчество, ага. Главное туда не упасть, блин. Тек, тек. И... Тек. Тек. Прям замечательный вход. Крышу еще сделать. Ну так, чисто для красоты. Тек. Тек. Все. Прямо наискосик так пошла. Хорошо. Так, давайте сразу осветим его дело. И теперь надо как-то точку высокую найти, чтобы это дело все не потерять. Ну и сразу мясо, наверное, поискать. Так, солнце садится. Плохо дело. По ориентиру, сзади у нас получается снег. Если идем на снег, сзади будет у нас проход. Хорошо. Я думаю, мы вернемся сюда обязательно. Так, кто это? Лисы бегают. Ну, с лис, я думаю, ничего не будет. Дропа никакого. Снег, конечно, напрягает немножко. Сейчас хоп и потеряем нашу пещеру, представляете? Нет, ну я помню, что мы назад идем. И будет все. Живности нет вообще. Печалит. Ладно, пошлите назад. Где наш этот солнце? Солнце не вижу. Ох, не потеряться бы, а? В этом чертовом лесу. Там ягодки есть. Фу. На месте. Надо какую-нибудь башню построить, я думаю. Высокую. Около дерева. Потом на дерево спрыгнуть. Чем мы сейчас, наверное, и займемся. Давайте сделаем башню. Из гравия, может быть. Что у меня есть тут? Блин, ну не охота камни тратить. Камни мне понадобятся. А, ну 11 блоков вверх, я думаю, будет замечательно. Давайте использовать гравий и землю. Вперед. Ну что, ты мне мешаешь? Или что, нет? Все хорошо? Все, погнали. Раз, два. Чтобы нашу вышку было видно повыше. Такой. Башня из говна. Хе-хе. Вперед. О, пауки заспавнились. Видали? Так, теперь надо присесть, как я помню. И сделать вот так. Тогда мы не упадем. Хорошо. Зомби, смотрите, меня заметил. Что ты тут делаешь, скажи, да? Я сейчас буду падать вниз, чувак. И постараюсь попасть на елку. Тогда теоретически демеджа не должно быть. Но это только теоретически, ага. Давайте похаваем, на всякий случай. Прыжок веры. Так, где наш лук? Блин, а прицела-то нету. Я еще и стрелу потратил. Ладно, пусть будет так. Полетели. Нет, мне не повезло, ребятки. Расчеты были неверны. Да. Ладно, поднимаемся наверх. Там кирка нас ждет. Еще из дерева ее надо собрать. Ну, это ожидалось. Все в порядке. Сюрприз, конечно, был, но не такой. Елка оказалась колючая, ага. Не, ну, блин, я правда думал, что ботва нас спасет хоть как-нибудь от урона. Так, секунду, ребятки. Я прервали поработки, мне пришлось выходить. Я надеюсь, что дроп сохранился. Да, дроп лежит. Собираем все. А как мне на дерево теперь попасть? Ценой всего. Во! Мы сделали эту вышку. Давай, падай. Там мечи все лежат. Вообще, все лежит. Давай еще. Пацаны, спускайтесь. Не стесняйтесь. Ну, прикольно. Теперь мы знаем, что дроп остается, если выйти. То есть, если можно умереть в критический момент и выйти, то все будет хорошо. И у нас есть башня Саурона. Смотрите, какая она высокая. Теперь ее видно. Ну, надеюсь, издалека. Надеюсь, мы это не зря сделали. И, кстати, мы ночью стоим, никого нет вокруг. Ну, как бы есть. Но они нам не мешают. Я бы здесь еще дверь поставил, чтобы они не спускались. Но я думаю, они не такие умные, чтобы спускаться вниз. Но все равно. Перестрахуемся. Это будет потом. Сейчас мы, наверное, что делаем? Кто-то по мне стреляет. Кто-то по мне стреляет. Можно ходить наружу. Можно ходить за мясами. Плюс нас убили. Мы подрегенились. Все хорошо. Давайте посмотрим, пожарилась ли у нас штука. Так, где у меня печка? Вот она стоит. Да, все есть. Сейчас еще экипируемся. И опыт с нее упал. Прикольно. Так, давайте, где... Вот он, крафтинг. Нужен нам в первую очередь, конечно же... Блин. А что нужно там? Дерево? Палки? Опа! Да, щит. Хорошо, хорошо. Я понял. Так, у нас нет ботинок. У нас нет шапки. У нас нет меча. У нас нет... Что это такое? Ножницы? Пусть будут. Пригодятся. Огниво. Тоже, наверное, будет. Хорошо. Мы потратили, наверное, все золото. Давайте посмотрим. Нет, слушайте, у нас еще дофига золота. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. У нас есть металлические двери, как я понимаю, да? Железная дверь. Потом какая-то железная решетка. Блок необработанной меди. Это неинтересно. Двери у меня были в сумке, пока неинтересно. Угольный блок, зачем он нужен, но интересен. Наверное, незачем. Да, господи, как они меня заколебали. Продолжаем осмотр наших возможностей. Что мы еще можем сделать? Здесь мы сделали все. Есть еще вот такой арбалет. Ну, е-просто. Тут какие-то штуки нужны. Натяжной датчик. Я не знаю, будем ли мы им пользоваться. А как стрелы сделать? А кремень, получается, с палкой, перо. Ну, где мне перья брать? Мне надо за курами бегать, чтобы одну стрелу сделать? Или что? Такое себе. Почему без стрел? А если какие-нибудь болты? Болты, наверное, перья не нужны? Или здесь нет болтов? Нет, скорее всего, здесь арбалеты стреляют именно стрелами тоже. Так, что здесь мы можем сделать? Что это такое? Железный самородок. Ведро обязательно нужно. Для хозяйства пригодится. Так, давайте смотреть, какие у нас есть блоки. Кузнечный станок. Что он делает? Я не знаю, что делать, но давайте возьмем. В принципе, недорого. А дальше. Печка была. Котел. Что он делает? Но он очень много стоит железа. Я не знаю, смысл его есть, брать, нет? Что в котле делают? Варят что-то? Варить я пока ничего не хочу. Так, железный человек мне дали достижения. Скорее всего, из-за того, что я экипировал полностью железный шмот. А также здесь у нас есть костная мука. Диорит. Кварц Нижнего мира. И булыжника. Получится диорит. Зачем он нужен? Непонятно. А светильник Джека хорошо. И в принципе, наверное, все. Давайте мы тогда сделаем что? Посмотрим на себя красиво, какие мы получились. Вот такие вот нельзя мотать, к сожалению, головой. У нас уже коцается броня, но если что, будем делать новую, наверное, как-то так. Так, здесь я думаю, нужно немножечко прибраться. Раскидаться. Меч у меня, кстати, не в том месте вообще стоит. Торчит не в том месте, да, меч. Так, я хочу еще это все дело поставить, конечно же. Спускаемся мы с этой стороны, так что копаться придется, наверное, вот сюда. У меня металл прям под головой, представляете? Ну давайте этим мы и займемся. Посмотрим, как наша металлическая кирка добывает металл. В принципе, неплохо. Я думаю, здесь у нас будет небольшая комнатка, в которой мы поставим кузнечный станок. Или что это? Кузнечный станок. Что он делает? Давайте посмотрим. Кузнечный станок. Модернизировать снаряжение. Допустим, я хочу модернизировать ведром. Ничего нельзя. Так, ну, меч. Что сюда воткнуть? Металл. Не понимаю. Справки нету. Может медью? Непонятно пока что. Возможно, можно зайти куда-нибудь в справку. Вот у нас есть достижение. Горшечник. Изготовить и установить горшок. И что, мне за него что-то дадут? Играйте в течение ста дней, ёпросота. Вот это достижение. Что мы завершили? Железный человек, заметкий глаз. Убейте крипера стрелами. Даже вот так вот. То есть не просто надо убить. И нам даются третье... Что? Колчан лучника. Я могу его на спину надеть? Вот это прикольно сделали. Слушайте. Есть какие-то эмоджи. Дачный сезон. Изготовьте мотыгу. В рот, по-моему, соломинка. Да, как я понимаю? Ну, прикольно. Можно одеться. Вообще, вот это классно сделали. Я хотел бы справку найти. Обучение, может быть. Так, элемент управления, инвентарь, создание, инструмент, оружие, наступление ночи, навигация, чатвер, стак, наковальня. Используя наковальню и уровни опыта, можно чинить и переименовывать предметы, а также накладывать на них чары. Замечательно. Стол зачарования, фейерверки, книга, ткацкий станок, фермерство, ездовые животные, портал Нижнего Мира, структурные блоки, может быть? Нет, не то. Торговля селянами, транспорт. Инженерное дело. Воронки, выбрасыватели, около... Это все хорошо. А где кузнечный станок-то? Я его не нашел. Он был здесь, нет? Ткацкий станок, книга, пером, котел, фейерверки, знамена, варочная стойка, стол зачарования, наковальня, печка, верстак. Ну нету этого. А нафига он нужен-то? В наковальне нет. Стол зачарования-то не то. Знамена котел... Вот котел зачем? Котел представляет собой емкость, которая может вмещать жидкое содержимое ведер и пузырьков. Возьмите в руки ведро воды и залейте зелье или зелье и коснитесь котла, чтобы наполнить его содержанием. Одно зелье занимает лишь часть объема котла. Чтобы наполнить котел до края, вам потребуется несколько зелий. Смачивание стрел. О, стрелы можно смачивать. Её, красота. Окрашивание доспехов. Ну понятно, вещь такая, не очень нужная, мне кажется. Может быть где-то... Оружие, инструменты, навигация. Доспехи может быть здесь. Создание. Щит. Щит блокирует входящий урон. Щит можно поместить в ячейку для второй руки на панель быстрого доступа. Коснитесь вот этой штуки, чтобы задействовать блок щита. Маскировка. Вы также можете надеть на голову вырезанную тыкву. Да, это не даст вам брони, но и сторонники края не будут впадать в ярость от одного вашего взгляда. Окей, я понял. Зачем эта тыква нужна? Хорошая подсказка. Но про этот... Я потом, наверное, давайте погуглю, зачем мы его сделали. Сделали, да сделали. Чё бубнить, да, как говорится. Хорошо. Что мы ещё сделали? Давайте посмотрим, что у нас осталось в инвентаре. А котёл мы всё-таки... А я чё, котёл сделал? Я не хотел его делать. А я его сделал. Ну ладно, я молодец. Теперь у нас будет ёмкость для воды. Хорошо. Поставим её куда-нибудь вот сюда вот. Давай, котёл. Всё-таки сделали котёл. Как это неприскорбно звучит. Ну вот он, котёл. Смотрите, квадратная на рисунке, круглая. Опять обман. Хорошо. А он лаву, интересно, это вмещает в себя. Давайте это всё дело мы сюда уберём. Лишнее. Так, что у нас лишнее? Поджигать пока я ничего не буду. Глаза нам не нужны. Ведро пока пусть будет здесь. Потом наберём лаву, будем делать что-нибудь с лавой, наверное, либо с водой. А, так же, 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 луки. Это всё хорошо. Нет, блок земли меня спасал не раз, так что пусть будет. Хочу одну дверь. Металлический металл пока пусть будет здесь. Кремень здесь, это здесь, это здесь. Я не знаю, будем ли мы наверх куда-то лазить. Камень тоже хочу оставить. Пригодицу. Так, вроде бы всё. Лишнее убрали, это мы сейчас пожарим. Вот, есть ещё какие-то ножницы, я не знаю, зачем они нужны. Надо почитать было, ну ладно, пофиг. Так, костей немерено. И вроде бы всё. Сейчас это всё мы туда запихаем. Надо сделать ещё, наверное, сколько у меня этих самых там. А что такое беспорядок? Давайте, так, у меня ещё шкура появилась. Шкурецкая. Лукецкий. Сюда закинем его куда-нибудь, да. И вроде бы всё. Шкуру сейчас прячу. Не знаю, может ещё пригодится куда-нибудь. Так, пожарим обязательно. Сейчас будем путать. Местоположение всего. Всё, хорошо. Я предлагаю, чё? Наверх пойдём. Там металла-то ещё дофига, смотрите. Я же не дошёл до него. За металлом пойдём. Только зачем он мне нужен? Я уже в полном эквипе. Надо, наверное, вверх исследовать. Теперь. Ну, добудем максимум ресурсов. Всё, собрали. Больше металла я не вижу. Хорошо. Давайте попробуем одеть щит. Я нажимаю. Не понимаю. А, надо сесть прям. Двойной клик. Хорошо. Посмотрим, как это нас спасёт. Пошлите тестить щит. Собирать металл. Блин, какая красивая дырка. Вон, спереди, смотрите, в смысле. Скука факелов я понастоял. Просто жесть. Ну, ладно. Она того стоила. Мы теперь в полном эквипе. Идём за лавой. А, ведро я не взял. Ладно, пофиг. Успеем вернуться. Давайте смотреть, что здесь. 26 факелов мало. Надо их тоже будет сделать. Так, металл вижу. Вижу. Уголь. Замечательно. Давайте посмотрим, как металлическая кирка аннигилирует уголь. Кстати, мы где-то видели же этот. Редстоун. Где он был? Снизу, сверху. Тоже его надо будет взять. Давай, забирай. Угля тоже не хватает. Потому что всё, мы сейчас будем жарить, варить, переплавлять. И он точно лишним не будет. Ну, вроде бы мы поднялись уже, да? Вот, смотрите. Есть первая цель. Берём меч. Встаём в защиту. Ну, давай, иди сюда. Ну, мы его, в принципе, и так убиваем. Мне интересно... Ты чё, через щит пробиваешь? Я в блоке так-то... Ну, надеюсь, что это что-то это позволяет. Да сколько вас? Даёт нам какие-то бонусы, вот эта вот стойка боевая. Ща попробуем стрелы поотражать. Опа. Давай, вперёд, мужик. Хоба, отразили. О, ещё и в него летят, смотрите. Сейчас он сам себя убьёт. Ну, чё-то... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте отойдём немножко назад. Вижу металл. Сейчас заберём. Всё нормально. Прям как это, знаете. На разгон митинга иду. Иди сюда, давай. Супостат, бузатёр. Всё, мы неуязвимы. Железный человек. На по жопе. Ну, дамаги до него нет, они долетают. Кстати, я только удар сделал, сразу пропустил. Ща один выстрел. Либо здесь ещё один кто-нибудь есть. Да я больше никого не вижу. Ладно, встаём. В обычную стойку. Идём за металлом. Кирку надо окупать. Но, в принципе, мы делаем три тычки, и она уже окупается, да. Так что всё хорошо. Я предлагаю продолжить исследовать подземный мир. Пока у нас есть факелы, 24 штучки. Будем их более экономно тратить. Это дело тоже надо будет всё застолбить. То, что яма какая-то глубокая получается. Не хотелось бы сюда упасть. Всё хорошо. Ещё я хотел бы на поверхности побегать, но это будет уже, наверное, в следующей серии. Я всё-таки хочу найти деревню. Начать торговать с жителями, как там написано было. Может, что-нибудь получить ещё. Так, окей. Давайте сразу же закроем это всё дело. Так вот, да. Идём вперёд. Смотрим, что ещё есть. Там какие-то паутины, кстати, стоят. Отвлекает немного, да. Металл есть. Металл рядом с медью, короче, попадается. Звук какой-то был странный. Ну ладно, пофиг. Идём дальше. Есть ещё металл. Только он стоит в опасной близости с лавой. Но я думаю, мы соберём его. Замечательно. Медях уберём? Я так и не понял, зачем она? Делать необработанный блок меди или чё? Либо её переплавить просто? А вот смотрите, приколдэ, сейчас если мы кубик уберём, то лава начнёт течь. Но я, как помню, она медленно течёт. Так что можно успеть взять. Не, не хочу. Не хочу рисковать из-за меди. Вдруг меня затопят, я сгорю нафиг. Окей, с щитом уже не так страшно. То есть от лучников можно прям не убегать вообще. Так что просто смотрим. Краем глаза на противников. А сейчас, наверное, день он добрый? Не, нифига он не добрый. Эй ты, чувак, пакостишь. Ну-ка давай, пробьёт. Ему пофиг, слушайте. Ещё и бьёт. Прикол. Чисто щит. Танк, короче. Щитник. От слова щит. Ага. Собираем всё. Ну я думаю, сейчас умереть уже будет нереально. Если ещё кушать своевременно. А вместе это гнилая плоть. Нифига. С зомбиами сейчас напряг. Заканчиваются, господа. Ну как видите, они появляются прямо на ровном месте. Как только наступает ночь и есть темнота. То, что мы видели, как это всё делается. Так что, я думаю, они здесь ещё будут. Достанем какое-то определённое количество ультимативных ресурсов. Чтоб сюда больше не лазить. И будем дальше исследовать карту. Так, окей. Здесь надо всё закрыть. Блин. Хоть раз попади в нужное место, куда я тыкаю. Ладно, пусть будет так. Нормально. Окей. Так, я вижу цель. Первый предупредительный выстрел. Мы стрельнули стрелой скелета в крипера. Вы видели? Это прикол. Их там много. Они щит-то мне не сломают. Я спуститься не могу, потому что я в щите. А можно держать щит и лук, интересно, одновременно. У вас, ребятки, стрелы-то кончаются, нет? Давайте так. Я всё ближе и ближе. Я прям начал бить их. Опасно, опасно. Я начинаю бить, и он это... Попадает по мне. Так дофига. Он в золотой броне, видели? Скелет в броне крутой. Во сколько стрел-то, ребятки? Вы на читах играете, нет? Так, ну я думаю, выживу, если сделаю вот так вот. Нифига я не могу спуститься. И достать не могу. Ну давай, дохни тогда так. Тебя так убью. Нормально. Урод, блин, я тебя так сейчас затыкну. Всё, хорошо, мы справились, мы выжили, мы победили. Давайте скушаем мясо. Броня-то не выпала никакая мне. Ну мне, в принципе, она и не нужна. Столько стрел, столько стрел, просто жесть. Так, выпала каска золотая. И пещера наша спускается вниз, это хорошо. Чем ниже, тем больше, лучше лут. Чувак, я про тебя уже забыл. Так, ребятки. И мне сейчас вот на этом крутом месте надо будет прерваться немножечко. Я посмотрю, сколько записались. Если что, будем прощаться. Ну посмотрим. Итак, ребятки, что по таймингам? Мы играем уже довольно много, надо заканчивать. Давайте дойдём до какого-нибудь критичного места и будем закругляться. Так, что у нас тут лежит? Факелочки. Металл. Это всё хорошо. Плюс у нас факелы заканчиваются. Давайте, разведка боем. Звуки какие-то очень странные. Но пещера вообще максимально классная. Вот сейчас вообще топовая пещера идёт. Надо здесь тоже посветить. Металла много. Я не знаю, зачем нам столько металла. Тут, смотрите, что-то обвалилось. Давайте тоже факел поставим. Чтобы видеть всё. И зомби все закончились. Возможно, из-за того, что я перезаходил. Возможно, это такая фича. Тоже, смотрите, вкрапление такого камня. Камень меняется из-за глубины, скорее всего. Либо, возможно, где-то рядом лава есть. Либо алмазы. Либо редстоун. Давайте соберём. Он нам пригодится. Мы сделаем из него что-нибудь полезное. Я надеюсь. Так, давайте вперёд. Высоты, конечно, вообще моё почти нет. А мне золото, случайно? Отличается от этого самого, от металла. Текстурка. Да, ребятки, мы нашли золото. Как к нему попасть поближе? Может, ачивку какую-нибудь дадут? Ням. Вон ещё одно, смотрите. Ещё бэцк и крипер сверху. Ну, а если есть золото, то теоретически есть и алмазы. Давайте здесь пошаримся. Опять на полчаса, да? А вот уже металл. Ну, тоже возьмём. Пусть будет так. Кто её сомневает. Там много металла. Лишним не будет. Я не помню, дверь я не закрывал, наверное. Там у нас сейчас уже тусняк идёт в доме. Ну, если что, мы с ним разберёмся. У нас есть крутой щит. Имбовый меч. Не, меч у нас пока что обыкновенный. Кирка, кстати, тоже заканчивается. У нас, между прочим, она одна. Можно закончить видос концом кирки. То есть, она отвалится, и мы на этом месте прекратимся. Там у нас есть криперочек. Три стрелы, я думаю, не хватит. Блин, какая красота пошла. Вот здесь вот вообще чётко всё. И опасно, и чётко. Давайте попробуем с расстояния его забрить. Надо поправлю стрелять или прямо? Раз. Он щит убирает, когда стреляет. Вот мы и проверили. А он свалил, кстати. А как убрать? Вот так вот просто. Факел в руки и вперёд. Ой, слушайте, вот эта вот синяя штука пошла. Давайте ещё посветим куда-нибудь. Вот сюда. Да, вот, хорошо. У меня ощущение, что нас там ждёт что-то неладное. Ну или просто тупик. Ну, крипер же куда-то ушуршал. Крипер-то куда? Прям какие-то катакомбы пошли. С золотом. Золотые катакомбы. Смотрите. Это ж золото, как я понимаю всё-таки. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Здорово-здорово-здорово-здорово, мужик. Я сдох? Почему? Я не мог запрыгнуть назад. Окей. Ускоряемся. Надеюсь, у нас вещи не пострадали и выпали просто так. Как я сдох-то? Я думал, у меня брони много. Так, мы шли туда. Всё вот иконофакелами. Ну, как бы с этого места можно было, наверное, закончить, но я не могу так это оставить. Надо уже добежать. О, пацаны, здорово. Мы просто убежим от вас. Сражаться с вами сейчас. Они все заспамнили, слушайте. Майнкрафт с нами сыграл злую шутку. Но я помню, куда бежать. Ресурсов много. Было у меня ощущение какого-то непредвиденного конца. И вот он, да, настал. Тут тоже что-то есть. Но это просто сокращеночка. Ресурсов много. Это хорошо. Это очень хорошо. Вот она, наша смерть. Собираем всё. Почему он не одевает? Опа, здорово. С металлом, отдай металл мой. Сейчас ещё кирп возьмёт. Сколько в тебе мощи-то? А я чем бью, я не тем бью. Я пытаюсь взять меч, он не берётся. Всё хорошо. Думаю, что он так долго убивается? Окей. Собираем всё остальное. Жалко, что когда ты лутаешь, он не одевает. Это неправильно. Надо, чтобы одевал. Так, ну здесь вроде бы всё. Там тоже что-то есть, смотрите. Ну, короче, вот такая пещерка у нас тут, да. Так, давайте мы это всё оденем. Ёп-расота. Так, шлем одевай. Каску одевай, штаны одевай. Одевай. Или надевай. Чёрт возьми. Не важно. О, смотрите, какой-то зачарованный лук. Лук не разруш... Он опять неразрушимый лук, но он разрушенный почти что весь до конца. Так, окей. А факелов у нас всего лишь три штучки осталось. А куда все остальные делись? Мы их так у тыкаре быстро? Или крипер забрал? Давайте дальше пойдём. Так, лава, хорошо. Лава делает свет. Мне не нравится, что здесь ступеньки неподъёмные. У меня есть в инвентаре булужнички какие-нибудь? Вот, адвизит есть. Не знаю, зачем он нужен. Очень много камней. Давайте просто мы его сюда так поставим, чтобы была ступенька. Оп. А вот это дело мы, наверное, закроем. Безопасная зона. Зона комфорта. Всё, отлично. У нас ещё одна, смотрите, тут пещера. Причём такая мощнейшая. Мощнейшая пещера. Чё-то сыпется сверху. И, собственно, всё. Мы дошли до... Нет, не дошли мы её до конца. Настоящий подземный мир. У меня факелочки закончились. Ни одного алмаза я не увидел. Ну, давайте алмаз-то найдём уже. По традиции-то, жанра. Ёпараса-то. Ёпараса-то. Я назад дорогу-то найду вообще. Так, как мне это бы закрыть? Всё. Как бы мне это всё закрыть? Ну, там есть лава, так что не боюсь, что эту потеряю. Давай, уходи, лава. Лава, уходи. Какая здоровая пещера! Просто жесть. Ты не упади в лаву, чувак. Подожди, пусть она пройдёт. Ну, сейчас здесь тьма наступит, потому что лава заканчивается. Ну, я хочу дальше пройти. Хочу дальше пройти, сдохнуть и всё потерять, да? Лава, очищает нам путь. Ну, прям какой-то этот красотень. Окей, мы на месте. И там вода с лавой. Просто прекрасно. И скелет. Утонул. Пусть будет так. Но главное в течение не попасть. Какие-то, смотрите, штуки светящиеся. Я хочу туда пойти. И вот, мы дошли до самого дна. Это последний лава. Ага, сейчас, я знаю этот прикол. Ты мне хочешь скинуть. Ага, скинешься ты, да, чувак? Вот так-то. Он меня чуть ли не скинул, я чуть ли не сдох. Мы уже так заканчивали, так что я подумал, это не стоит. И причём здесь, смотрите, дырень. И туда можно уплыть. Но делать мы этого, конечно же, не будем. Какая опасная локация, ё-прасота. На грани жизни и смерти балансируешь. Ещё чуть-чуть упадёшь и всё. Давайте крутой камень потратим. Вот они, смотрите, появился проход. Но дальше я уже не пойду. Потому что у меня нет факелов, у меня нет ресурсов, нет ничего. И ни одного алмаза вокруг вообще. То есть сколько тут, какая тут площадь разработана, да? То есть открыто для глаз и ни одного алмаза нет. Просто жесть. Ладно, предлагаю возвращаться. Вот только куда возвращаться-то? Откуда я пришёл? Интересно. Интересно. Откуда я пришёл, ребятки? Наверное, вот отсюда. Фу. Ща бы заблудиться в пещере, да? Ну, вроде бы здесь. Или вроде бы нет. Фига, какие колонны классные, смотрите. Там шлёпы нет, это не наша. Это не наша тема. Плохая идея была без факелов идти. Так, надо встать в стойку, чтобы нас не скинули. Я, блин, забыл куда идти. Откуда я шёл? Вон оттуда, скорее всего. Или вон оттуда. Ещё и стрелы сверху падают. Где он ходит? Непонятно. Ё-хо-хо, блин. Сейчас заблудимся, ещё и вообще прекрасно будет. Но это вниз, мы шли наверх. Нам сейчас надо наверх идти. Так, вот, это что? Это наш гравий, нет? Мы здесь ступеньки делали. Нет, тут монстры. Явно не отсюда пришли. Так, лава, вода. Вот отсюда мы откуда-то пришли. Здесь сделали этот самый. Загончик. Вот отсюда, наверное, да, пришли? Да, вот оно место. Всё, хорошо, я выбрался отсюда. Теперь будет легче, потому что тут у нас есть факел. Можно по ним добраться назад. Я думаю, на этой прекрасной ноте будем заканчивать. Я приду домой, всё расплавлю, всё соберу и придумаю, куда идти дальше. Ну, скорее всего, пойдём, наверное, на поверхность теперь, потому что ресурсы у нас есть. Металл у нас тоже присутствует. Вот наш безопасный подъём. Накопим немножечко угля, сделаем факелы, еду, кстати, надо сделать, да, и всё остальное. И продолжим исследовать этот чудесный мир. Но у меня пока, ребятки, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем пока играйте в крутые игры. Скоро продолжим. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»